Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет, хочу продолжить тему. Острую, насущную тему о долгах. Иногда я слышал, конечно, выражение о том, что долги полезны. Бывает такое. Долги иногда полезны тем, что они хоть заставляют как-то шевелиться человека. Хотя некоторых и долги не заставляют шевелиться. Но многие очень напряженно и трудно работают. Я у Виктора Хансина читал рассказец такой небольшой. Вот если я его сейчас вам перескажу, то многие вещи встанут на место. Семья, муж, жена, 16-летний сын, подросток. И у родителей долги. Тяжелая, изнурительная борьба с долгами. Кредиты, ну, короче говоря, проблемы. Скандалы на этой почве вечерами на кухне. И работа с утра до ночи на нескольких работах. И отец рано утром уходит, поздно ночью притаскивает свои кости в дом. Падает и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. И вот такая вот жизнь, которая разрушает изнутри каждого члена семьи и вообще всем. Все рассыпается и разваливается. И вот он однажды, какой-то день на работе, в очередной тоскливый день, вдруг ему приходит в голову мысль о его собственном сыне, о его мальчике. И вдруг он осознает, дополняя свою нудную тяжелую работу, что его стремление избавиться от долгов все дальше и дальше отдаляет его от собственного сына. Что он давно уже с ним не разговаривал просто-напросто. Что у него совершенно нет времени даже увидеть его. А уж не то, что поспрашивать и поразговаривать с ним. И вдруг он начинает понимать, что он его теряет просто-напросто. А возможно, он уже и потерял. И страх такой глубокий, страх селится у него в душе. Он хватает машину, едет домой, прямо не спросясь с работы, убегает. Прибегает домой и находит сына на кухне за столом в одиночестве. И он начинает перед ним изливать свою душу отец, рассказывать, как ему трудно и как ему тяжело, и как плохо, что он с ним не общается. И он начинает плакать и просить прощения. А потом и сын постепенно раскрывается. И в конце рассказа, в результате их общения, становится ясным, что только что сейчас отец спас сына от смерти. Потому что этот мальчик, удрученный отсутствием внимания, потерей интереса со стороны родителей к нему, как сыну, решил уйти из жизни. Вот такая трагическая история с счастливым концом. Сколько в нашей жизни людей, семей, разрушений продолжает разрушаться из-за того, что долги. Была хорошая работа, кризис, увольнение, кредиты повисли, семья рассчитывается. Отобранные квартиры, отобранные машины, за бесценок сданный бизнес. Да что я говорю, каждый знает. Каждый настолько-то знает. Люди с большими деньгами, с серьезными бизнесами в долгах. И маленькие люди, которые просто получают пенсию или зарплату тоже в долгах. Мы должны избавиться от долгов. Я знаю, как быть в долгах и знаю, как быть без долгов. Без долгов лучше. Но чтобы от них избавиться, нужно что-то предпринимать. Просто работать, как вот этот отец на трех работах, это не путь. Это путь в тупик. Это путь в разрушение. Надо искать что-то такое, чтобы тебя избавило от долгов. Возможно, придется на какое-то время увеличить свои долги. И вот это как раз путь для тех, кто думает. Меня сильно критикуют за то, что я поднимаю людей на борьбу за свою собственную жизнь. За то, что я призываю. В моих действиях ищут интерес. Частно-собственнический, прежде всего. Меня хотят выставить в таком свете, что я жлоб такой. Который на нищих, задолжавших людях хочу сделать в своем состоянии. Нет. Я думаю, что это не так, на самом деле. Если кто-нибудь из тех, к кому я обращаюсь, в результате моего воздействия на ваше сознание, на ваши чувства, на ваши эмоции, если в конце концов вы встанете и что-нибудь начнете делать, значит что-то произошло, значит я чего-то...